всем привет вы как всегда на канале семян на чемоданах с вами я славян сегодня вас приглашаю в новый выпуск который будет про горы про реки и про скейтбординг про влог и про моих маленьких барыг в общем друзья будет как всегда интересно ставьте лайки пишите свои комментарии помните что все самые важные нужные ссылочки есть также в описании к этому видеоролику погнали утро началось сегодня вот с этой сэмэски пригласили в клинику на день пораньше вот я думаю стоит или не стоит наверное все-таки пойду населка горит не надо затягивать наверно сегодня сходить а вообще прием завтра их проходит урок физкультуры у детей вот ведь самый главный первоклассник вообще изначально прием у меня должен был быть на 17 но мы-то думали мы будем съезжать с этой квартиры и я ему типа говорю давайте пораньше потому что 17 мы будем уезжать отсюда вот он записала 14 по итогу потом вот пишет давайте приходить 13 15 00 для того чтобы нам отправиться в клинику я же сделал оплату в 4 сначала сейчас нужно заплатить 3 500 это он 500 лир мне сделать скидку за то что я оплачиваю наличными сейчас сделаю перевод через корону pay на турецкую карту кто не в курсе мы открывали в даче на западе турции карту без каких-то депозитов без день короче бесплатно за 15 минут буквально сейчас корона классно стало делать деньги приходят не в течение 48 часов а вот прям сразу знаете как перевод по sbp это делаешь и сразу деньги типа на карту это конечно очень удобно надо будет добежать до банкомата единственно снять налик еще настенка приноровилась варить сама какао но не несколько вся я просто чистый порошок какао варишь парни как вам очень вкусно серьезно ради ну понятно пим 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 они добавляют такую погоду дождливую прохладную самый кайф горячий телефон представляете мы на днях перерываем архив и такие думаем ничего себе и начинаем вспоминать события которые с нами происходили в те года и на самом деле контента так много и я говорю настенки слушай а давай поделимся этими событиями которые были с нами в разные года там в пятнадцатый год в четырнадцатый в семнадцатый там в девятнадцатый ну и настенка такая грит блин ну ты чё там так много личного и так далее то подобное говорю ну ничего страшно зато представляешь людям же интересно как мы как мы начинали что у нас было и так далее то подобное но сделаем это исключительно для очень узкого круга так вот друзья мы долго думали и решили все таки на это решится короче мы в группе во вконтакте запускаем проект где мы будем выкладывать два раза в неделю либо три раза в неделю какие-то посты видео про которые будем рассказывать про нашу жизнь которую вы точно не видели так как мы наш видеоблог начали вести только с девятнадцатого года этот контент будет доступен только доном подписка будет стоить всего лишь 250 рублей я ссылочку на вк оставлю в описании вы можете просто перейти подписаться стать доном и несколько раз в неделю получать очень круто контент поверьте вы будете и ржать и и плакать и просто нас нас узнаете еще лучше еще глубже и пропитаетесь очень крутыми эмоциями в общем друзья мои ссылка там это подписка только для самых близких наших зрителей которые точно хотят быть с нами дальше и узнаете нас еще лучше так начал собираться и прям до слез начали ржать решил вам тоже показать смотрите ответьте на вопрос какой человек носит вот эти вот носки стрелить как они выглядят настена горячо говорит это за мутант это точно черепашка ниндзя а знаете вообще почему так получается я короче просто одеваю эти носки и хожу в этих тапочках вот здесь есть вот эта вставка поэтому получается такие носки мутантские пока иду немножко предыстории я делал себе два зуба получается вообще пришел с одним но мне сразу сказал делай короче 2 по цене вышла 4000 лир за каждый зуб то есть это сюда входит снимок удаление нерва чистка каналов пломба временная вот я получается две недели погулял и сейчас иду ставить постоянные у меня сделать скидку в 300 лир просто 77 800 выходит 300 лир сделал скидку чтобы оплатить наличными если оплачиваешь наличными там не сделать скидку игру не вопрос вот собственно поэтому я иду снимать деньги сейчас банкомат а так-то можно было бы конечно картой но 300 лир на дороге тоже не валяется поэтому работаем ногами и это идем отрабатывать скидку посмотрим как поставят мне уже постоянный пломбы в целом временные даже ну хорошие они не беспокоят держатся ничего не выпало надеюсь постоянное тоже не выпадет в крыму 3 отсюда делал вас получается два последних дел 3 отсюда делал в крыму тоже как бы стыд пока пломба слава богу держится это летом тогда я тоже снимал адская такая боль была вообще зубами птич то дотягивают а потом это от боли уже когда на потолок залезу иду к врачу так нельзя делать конечно а еще хочу рассказать про то то что все в раз у нас все бахает ну вот я как-то уже говорила это выпуске что в турции классно 23 месяца а потом если хочешь дальше остаться учитывая сейчас все моменты которые есть получается что не только даже сложно сколько это накладно и не факт что получится вот собственно у нас сейчас внж жопа какой исход будет мы тоже пока не знаем с тачкой жопа сим-карту одну уже заблокировали остается рабочая пока на стенке но и еще со дня на день тоже блокнут и еще первый телефон у нас тоже попадает под блокировку сегодня пришла вот это вот смс к да кто не знал спустя там 4 месяца телефон нахрен блокируется и все и никакая симка на нем уже работать не будет и нужно подливать раньше стоило 3000 лир сейчас стоит 6000 лир короче затрат какие-то неимоверные до легализовываться от конечно история под таким снежным комом который сейчас происходит вот это дерьмище которая вообще вокруг творится конечно кладная история что делать не знаем как говорится пока ходим думаем сегодня кстати на море не такой сильный шторм но мне очень нравится цвет моря два цвета такой бирюзовый и прям темно-темно-синий у всех или только у меня день не снял все нормально подхожу вот уже клинике и прям такой внутренний мандраж не знаю почему вот не могу выходить к стоматологам вот прям как-то я выжил сушь ты все поставили мне пломбы единственно сказал горит неделю пока не жую на этой стороне немножко это прикусываю как-то больновато но он типа говорит что пока это нормально игры ну окей ну собственно все отдал ему последний вот эти 3500 под зуб полечил еще кстати удивило возможно это нормально что делали без укола без обезболивающие ну наверное потому что мы же ничего нету нервы удалены поэтому и без анестезии ну и традиционно зубной совет от человек который никогда не соблюдает не запускайте зубы лечите вовремя посещать там все дела там эти стоматолога я не знаю почему у меня такая тема я всегда дотягиваю до последнего вот отсюда и происходит что уже и нервы удаляют и самые неприятные ощущения ловлен так как я не делайте в этом случае за мной повторять точно не стоит не успел домой прийти немножко посидели мальчишки сразу давай пошли пошли кататься ну конечно три часа и три часа 30 минут мы посидел я думаю артем да с темиком мы проходим оле он все пытается сделать уже стало получше получаться розы просто я учится ездить но уже тоже ведь какие успехи идет уже разгоняется уже просто останавливается ездит в общем знаете как я скажу школа славяна в деле ведь как здорово поддерживают друг друга хлопают лайкают друг другу чай да ну вот вот на ходу научил стелить давай давай сынок молодцы а где же защита спросите вы еще не купили делаешь успехи да давай давай не торопись главное вроде вообще разгоняться даже стал так вот несколько уроков от славяна и все и все падать научились я так и понял сынок поэтому я снимал сначала со спины на самом деле есть такая тема когда камера включается всегда не получается и вот я его начал снимать специально со спины но вот он увидел давай тема нет не вытянул открыт набор школу славяна записывается красавчики о красавчики мы настолько долго катались и занимались что представляете вот уже темно а мы только идем домой устали но зато плодотворно правильно успехи делаете да мальчишки с утра сами готовят завтрак себе и нам представляете так вот будете сделали с маслом бананчик нарезали яблоки нарезали просто это ресторанная подача так а я вам покажу момент долгожданный погода спустя четыре дня налаживается посмотрите какая красота тепло тепло не знаю сколько уже градусов 17 наверное небо вон синенький вид появилась мы решили настенку отправить в магазин вот а сами с мальчишками идем в сауну хамамчик распариваться до парня кто-то идет туда не мы пойдем так насти говорю родиону дай 50 лир он мне приносит на папочка ровно 50 смотри ровно 50 сынок да это ровно 50 просто 10 чтобы не было 50 это 5 почете так деньги скомканы богатый буратино но кружим он даже с процентами 50 брал 100 отдаешь нет я брал 40 и 100 до 50 отдает он же мне 50 вот короче родион нашел способ зарабатывать деньги мы у него занимаем деньги когда например нам воду надо или еще что-то он всегда делится деньгами но дается до с процентами то есть он тогда дал 40 теперь ему до 50 барыга весь в отца это у нас распогодилось пришли к морю даже глаза невозможно открыть пацаны сломали мне очки теперь я хожу вот так вот под солнцем вот этот маленький злодей сломал меня очки да мироша ты когда вырастешь я тоже тебе буду ломать очки понял и тебе тоже нет купаться надо идти дети играли в самую замечательную игру убегали от волны все так круто докатывать прямо сюда ну вот собственно мароха мироха весь вымочился радион тоже и артема тоже накрыл очень парнишка бегал убежал видимо к родителям жаловаться и есть и убегай давно мы вам не показывали ужин смотреть что не будем кушать вот такая рыбка это настенка сходила на рыбалку я вообще не знаю что это за рыба видимо какая-то речная судя по запаху а теперь расскажи как ты поймала с моментом сама поймала заставить деньги в банкомат снимать не надо этого вкладывать нет я выложу все короче настенка пошла сегодня в магазин и пропала на очень долго в итоге приходит я рыбу купила за 300 лир 2 килограмма непонятно что за рыба нечищенная еще ее заставили идти в банкомат деньги снимать потому что покупал кого-то мужика в фургоне а он с тобой ходил вот так вот надеюсь что рыба хоть вкусная будет ну а на гарнир у нас пюрешечка так друзья небольшая вставочка благодарности благодарности тем ребятам которые нас очень очень серьезно поддерживают и всячески влияют на развитие нашего канала как я обещал на стриме в пятницу что все ребята кто нас поддержит донатом будут сегодня в этом выпуске итак поехали ребятки огромнейшее вам спасибо а именно аноним Александр Елена Сергей Кова Абас Тимур Елена Ленок Наташа Юля Денис Ирина Одинцова Дия Рецепты Танюшки Алексей Яна Ольга Князь Виталий Владимир Ребятки еще раз огромнейшее вам спасибо а кто никогда не был в наших стримах обязательно приходите в субботу каждую неделю мы делаем стрим на этой неделе мы еще выйдем в среду так что не пропускайте еще раз огромное вам спасибо Доброе утро что ли с утра решил приготовить оладьи это вот вторая партия первая выглядит более беленькими но у нас правда было очень мало яиц всего с одним яйцом я готовлю надеюсь получится вкусное смотрите какая красота получилась у нас на самом деле просто было в холодильнике молоко сметаны и одно яйцо и вот получилось вот такая как тема очень вкусно очень вкусно да Мироша как тебе вкусно Мироша Мирошенька Мирошенька иди за стол сынок вкусно да так мы тут едем огромное количество апельсиновых плантаций вообще просто невероятное количество и всяких строительных магазинов мы сейчас едем вдоль реки называется Димчай она это возле района Оба возле Алании мы остановились на первой такой достопримечательности посмотрите такой мост 12 кемерии то кемерии называется кстати вдоль реки огромное количество кафешек и ресторанов у нас Мирошка уснул поэтому я сейчас иду сюда один мне прям интересно здесь видно как стекает вода не знаю правда откуда она берется тропа можно дальше прогуляться это видимо когда-то была знаете на что я думаю старая старая дорога и это был мост когда-то скалы конечно начинаются тоже невероятно очень красиво вот она кстати табличка сейчас дойдем посмотрим это же тропинка видите куда туда уходит и уходит канала Гермек Техликели Вия Сактир не знаю что это значит но здесь ооо здесь вообще река какая-то смотрите какая прозрачная прикольно там даже есть мостик можно видимо перейти на ту сторону вот собственно и ответ почему там стекает вода не знаю правда что это за канала такая но вода очень чистая ну сами смотрите класс ладно будем двигаться дальше еще нужно где-то перекусить впереди нас ждут очень-очень классные красоты мы хотим там доехать до озера или водохранилища там развернуться и поехать уже по той стороне фух я кстати взял с собой дрон поэтому мы сегодня полетаем вот там где это водохранилище прям буквально чуть-чуть подальше отъехали сразу опять остановились хочу конечно показать им эти горы красивые еще хочу показать такое место это ресторан здесь такие есть водопадики ну видите и самое что прикольное что здесь во всех этих ресторанах есть такие мини аквапарки вот например здесь вот горка одна стоит это получается когда летом здесь очень жарко и самый кайф купаться конечно в горных реках ты так скатываешься с горки здесь можно посидеть в этих беседках видите даже видимо ночью все подсвечивается здесь прям конечно классная атмосфера и вот таких вот заведений получается вдоль всей реки огромное количество вот пожалуйста можно рыбку поесть можно на завтрак приехать куча всего по меню ну а мы будем двигаться дальше вот видите прям пожалуйста горка такая закручивающая куча куча короче всего куча всяких разных развлечений зон отдыха вот еще видите кафе у них тоже там горки так смотрите вот тут кстати есть цены тавук 75 это же суп настя ну тавук суп а тавук а ну курица короче какая то вот о гизлюме 25 лир да ладно а хочу вам еще показать посмотрите машины как моется вот так вот можно подъехать смотрите и вам это помоет ее смотрите как прикольно я бы хотела прямо из дерева смотрите смотрите как прикольно чувак моет тачку горной водой ну гарный лайфхак вот посмотрите какой огромный аквапарк здесь кстати много машин можно здесь даже и перекусить есть туалеты и вот табличка видите национальный пикник национальный пикник дим чай во как концепция очень классная что у них стоят горки прямо в эту реку это вообще прям очень интересно видите везде везде эти аквапарки везде эти горки вот прям видите огромные такие вообще мы заехали в кафе посмотрите здесь эта станция как она гидроэлектростанция вот этот первый ее забор там еще такая надпись ТСИ не знаю а ДИДИСИ будет видно не будет шикарный высоченный пикигор там еще есть что-то внизу кстати можно снизу даже ехать мы выбрали сверху хотим на это водохранилище сейчас перекусим гизлюмехой нашей любимой здесь кстати гизлюмех всего лишь 30 лир стоит что достаточно на рынке стоит 40 да или 50 ну да 50 по моему 30 раз брать 40 это в том году мы ели вот с удовольствием да с удовольствием да с удовольствием Мирошка проснулся ну мама разбудилась сказала пошли красоту смотреть я вообще-то не собирался знаете у них есть еще вот такие вот тентованные беседки прикольная концепция с панорамным окном летом они видите их это на молнии раскрывают и конечно класс о кстати смотрите вот отсюда это смотровая какая-то площадка сейчас покушаем до туда доедем мне кажется виды будет просто магия ну и конечно же запустим дрончик понюхай знакомство с местной собачкой происходит и радовались всех Мироша да Мирошка давно не общались мы с тебя соскучились по этим человекам как давно мы никуда не катались ни человека по этим крыселям на тебе вот смотрите мы заказали 4 гизлюме а нам принесли еще пачкули еду еду к еде еще к чаю варенье насыпали какие-нибудь супер что на все так вкусно? да это короче кушечная вообще история на самом деле национальная здесь не принимают карты налички нету но дети мы постоянно подкидываем деньжат поэтому у них есть кто заплатил за сегодняшний обед? я сколько заплатил? 200 200? вот там 10 дней расстоются на чаевые и мы будем должны Родиону 250 это вот он так под проценты нам дает барыга мы приехали на это озеро и посмотреть какая тут красота вау это какой-то карьер видимо мне так кажется цвет у воды такой зеленоватый оттенок бирюзовый там кто-то шашлыки жарит ты мог видите идет какие скалы горы высоченные снега нету это еще не такие высокие как должны быть ух ты здесь на самом деле кстати можно походу спуститься даже куда-нибудь туда на пляж и вот ребята турки они вот так приезжают тем более сегодня воскресенье семейный день и вон там вот сидят чай пьют красота решили все дружно немножко прогуляться здесь вот поглазеть на эти все обрывы туда вот видите дальше дорога уходит куда-то люди дальше едут видимо забираются вот по серпантинам по скалам туда там видимо вообще просто вид магический открывается я хочу посмотреть что здесь у нас вот видите люди на байках там останавливаются о можно на скалы позабираться ну супер конечно вообще место место конечно очень классное да тут вот так вот пикники жарят сосисочки смотрите как классно просто вау обалденно да и вот тут кстати вот именно тут как раз это и есть интересная локация для фотографий о смотрите какой отступ отступ выступ что ну да 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 если голову вот вниз вот так вот не опускать видите не подходи Артём купается я так давно не летал что даже немножко переживая давайте посмотрим с высоты как красиво здесь полетели из так л 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 Субтитры сделал DimaTorzok Меня, конечно, очень сильно поразила эта идея сделать на горной реке, сделать аквапарк Посмотрите, как это смотрится красиво Вы представляете, вот вы просто купаетесь, скатываетесь с этих горок и попадаете вот в эту вот огромную ямишу в горах, в скалах А еще самое интересное, посмотрите, здесь есть вышка для прыжка Куда же, представляете, посмотрите на этот свет Такие водопадики мелкие И все это, посмотрите, на какой высоте находится Охренеть, слушайте, у меня нет слов Везде рекламируется рыбалка Мне очень интересно, где вот эта штука находится Вот это Смотрите, какой огромный водопад И вот они стоят люди Это где? Такое ощущение, что этот водопад где-то вот отсюда идет Судя по фотографии И, видимо, вот здесь вот люди стоят на бетоне И куда-то падает водопад Ну, возможно, я так думаю Возможно, я неправильно говорю И посмотрите, как они настроили целый квартал беседок Где ты тоже можешь приехать сюда в сезон и покушать Удивляет то, что, представляете, вот в каждой кафешке есть аквапарк И чего здесь происходит в сезон? Кто здесь был, напишите, пожалуйста, в комментариях, какая здесь атмосфера в сезон А сейчас вот так вот все пустует Остановка даже есть, вот Сюда ходят автобусы Ну, вообще невероятно Смотрите, какую щель красивая Очень супер Едем мы, получается, обратно По другой стороне И вот здесь есть Туннель Даже, кстати, пешеходный О, видишь, какой Такой стрёмненький, конечно Без вентиляции Но он достаточно Короткий Вот и все, собственно То, если здесь будет, здесь еще есть пещера Вот прям, ну, недалеко Но учитывая, что мы были в этих пещерах И не особо мы пищим по этим пещерам Мы решили туда не заезжать А двигаться уже дальше Ну, а если вы не видели пещер То, конечно, велкам Ехали мы, ехали И приехали мы на топовую локацию В Алании Это надпись Я люблю Аланию Здесь мы уже были в том году Но тогда было все по-другому Потому что здесь, когда мы припарковывались Здесь буквально было Пару машин Сейчас просто все забито Вы просто посмотрите Вся парковка Нет почти свободных мест Вы посмотрите В ту сторону Угу-гу-гу-гу Еще я хочу вам показать Какие здесь ляли эти фольксвагены Гляньте, как он выглядит Они все в обвесах Такие красивые Не, наши тоже, конечно, красивые Но в Турции здесь какие-то специализированные Они сделаны все на заказ Вот И у них даже салоны другие Здесь в основном транспортеры и каравеллы Бальтиванов вообще, кстати, я здесь ни разу не видел Ладно, пойдемте гулять Посмотрим, как там дальше Обстановка, атмосфера Но людей, конечно, много Сейчас подойдем туда к краю Я покажу вам там Огромная, значит, территория Такой прям парк Где люди приезжают Артем, машина Отдыхают Шашлычки жарят, короче И там сейчас все было забито вообще битком В Турции супер Что везде бесплатный туалет Вот, пожалуйста, здание Просто можно сходить И не платить Открывается отсюда Открывается весь вид На всю Аланию На Аланийскую крепость Здесь фонтанчики Вот такие вот смотровые площадки Видите, с лавочками И ты вот подходишь так вот Садишься Вот видите, турки Вот у них как бы культура такая Видите, они прям приносят свои стульчики Свои столики накрывают И кушают Прикиньте как До воскресенья У них это семейный день Они всегда встречаются с семьей на завтрак Вот Куда они приедут в воскресенье Всегда сидит какая-то семья И старички И там И дети И мамы И папы В общем, это очень классно У них такая вот Да И собственно смотрите какой вид Сейчас мы подойдем поближе И вы просто очумеете Вся Алания Здесь кстати погода Видите Почти можно сказать безоблачная И сегодня летают Летают парапланиристы Виды 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 видовые Нечто Суперские Гляньте какая красота Вот он порт Алания Красная башня Вот она вся крепость Фаникулер Подъемник И вот это большой Это все пляж Клеопатра Класс, да? Класс? Я не знаю с чем связан Но в том году Когда мы сюда приезжали Вот эти даже все палатки Вот здесь сейчас сидят люди Кушают Они не работали Все было закрыто Не знаю почему Возможно это был то Что будний день Но вот как есть А сейчас все функционирует Все так красиво Суперско О кстати смотрите Вот тут есть площадка Видимо здесь свадьбы проводят Видите Как украшены И я такой Вид вау Жаль что у меня сел дрон Надолго его не хватило Я забыл зарядить Поэтому не полетаем здесь Мирошка, картошка, батошка Смотрите мы еще выше поднялись Отсюда даже Вид прекраснее открывается Красотища красота Вот он парк Снизу видите Там вот всякие беседки Люди жарят шашлыки Вон туда если смотреть Там тоже Сейчас подальше пройдем Там будет видно Оно сколько людей Все смотрят Конечно огромное количество местных Фонтанчики Красиво Там панорамный ресторан И как раз приближаемся К надписи Я люблю Аланию Здорово Сделаны заборчики Как видите тросово Класс Вот они буквы Здесь написано Аланию Если смотреть под правильным углом А если не под правильным То можно Что попало Сейчас Настенку Сотографируем Настенка у себя в телеге Выложит фотку Как это было в том году И как это Выглядит в этом году Еще один ракурс Вон кстати виднеются буквы уже Я люблю Аланию Сейчас попробуем туда Максимально близко Подойти Идите Идите на площадку Здесь кстати Классная Большая детская площадка Дети туда хотят И кстати Есть такой еще Вот небольшой парк аттракционов Кстати Тоже прикольно Идемте Пойдемте Заскочили все таки В детские автоматы Немножко Детишки поиграют И пойдем дальше Немножко Маленько уютно Так сказать Здесь один жетон Стоит 10 лир Как здорово Что у детей Есть свои деньги Они сами за себя платят В ресторан нас вводят Выросли пацаны Вот совсем взрослые Вот жетон вставляется сюда Надеюсь папа Короче Давайте Родион выиграл Они решили еще паркинг сыграть Видите Башляет А что ты 10 продал? Ну возьми 5 ему Здесь короче есть зиплайн Смотрите Я вам покажу А зиплайн это что? Вот Зиплайн видите Это как-то по каналу Вот он пожалуйста Он кстати функционирует Прям возле буквы Правда я не знаю потом Куда Ты катапультируешься И как потом Тебя будут они доставать Но не знаю Над скалами что ли Пролетаешь Сейчас пойдем узнаем Заодно красоту посмотрим Вот тут уже расположены буквы Ты Вот я же говорю Ты сломаешь Вот пожалуйста Сломал Настенка листает фоточки Который закинет свою телегочку Это мы пришли на другую сторону Здесь открывается другой вид Здесь как раз все районы просвещатся Это махутлар Все видно Все красиво Ну собственно Вот такая вот смотровая площадка На всю Аланию Как вам? Кто был здесь Пишите свои эмоции Кстати вот мы уже уходите А тут вот свадьба Как раз Свадебная фотосессия Вот съездишь в горы Походишь Время проведешь Там прям на этом лютом свежем воздухе И потом Домой приезжаешь И прям у тебя Такая усталость приятная Вообще Давно не выбирались Супер Надеюсь этот видеоролик вам зашел Пишите комментарии Если не поставили Лайки в самом начале То обязательно Сейчас это сделайте Ну а я буду с вами прощаться До нового видеоролика. Пока!